Доброе утро, друзья! Ну вот, наконец-то настал долгожданный выходной день и я вместо того, чтобы сидеть на озере с удочками и рыбачить, решил заморочиться и показать вам, как готовится один австрийский десерт, который называется Кайзершман. К сожалению, я не нашел русское название этому рецепту, но я очень надеюсь, до того, как я опубликую видео на своем канале, я постараюсь найти название, если таковое, конечно, существует. Я бы отнес этот десерт к категории суфле, что-то запеченное, ну, как типа запеканки, только без сыра. Также к этому десерту я приготовлю сливовый компот, но это не тот компот, который знают в России, а это будет больше похоже на сливовое варенье, только с меньшим количеством сахара. Также к этому десерту можно, в зависимости от того, когда вы его будете есть, если утром в качестве завтрака, то он будет естся именно со сливовым вареньем, а если как десерт в обеденное или вечернее время, то можно спокойно добавить к нему еще и шарик ванильного мороженого. Он очень хорошо его подчеркнет. И также можно добавить тоже и ванильного соуса. То есть вариаций всяких разных много, я вам просто покажу одну из них. Вы также можете добавлять и вишневое варенье, да какое угодно, какое вам в вашей душе угодно. Ну, я приступаю. Для этого десерта мне понадобится 60 грамм изюма, который я предварительно замочил в 50 миллилитров рома. Если вы не хотите, чтобы у вас присутствовал алкоголь, можете просто залить кипятком. Также мне понадобится немного сахарной пудры, немного масла, немного лимонной кислоты или сока лимона, 200 миллилитров молока, 30 граммов сахара, 8 граммов ванильного сахара, 200 граммов сметаны, жирностью 30 процентов, муки 160 граммов, 5 яиц. Вообще, не знаю, что случилось после пандемии, то ли с курями что-то случилось, то ли голуби их стали нести. Значит, для этого рецепта достаточно всего 4 нормальных средних яйца. Но так как они мелкие, я их просто взвесил в общей сложности со скорлупой 250 грамм. Для компота мне понадобится 1,5 килограмма слив, который я предварительно очистил. Сливы неочищенные, 1,5 килограмма, который я очистил, вынул косточку, разрезал на 4 части. Для компота я сварил сахарный сироп, который состоит из 200 граммов сахара и 100 миллиграммов воды. Также я добавил сюда 5 гвоздичек, 1 анис и 2 штучки корицы. Так, я вам ближе покажу, чтобы было видно. Анис, корица и гвоздика. Все это дело я вскипятил, чтобы сахар полностью у меня растворился. И добавил немного лимонного сока. Все, сироп у меня готов. Этот сироп я сразу же поливаю мои сливы. И отправляю его на плиту. Готовится будет у меня сливовый компот примерно 45 минут на медленном огне. Прошло ровно 45 минут, и мой сливовый компот приобрел вот такую форму. Значит, на моей плите из 9 возможных положений я его все время готовил на троечке. Сначала какое-то время при закрытой крышке 15 минут, а потом, когда он закипел, я его открыл и сварил дальше. Корица, как таковая, нам уже больше не нужна. Мы ее удаляем из кастрюли, потому что она будет работать дальше, и тогда вкус может... Она станет доминировать. Сейчас не знаю, найду я анис или нет. Вот, гвоздичку зацепил тоже. Постарайтесь по возможности удалить гвоздику и анис. Я сейчас поищу у себя, я все это тоже сделаю, пока мой компот остывает. Я займусь приготовлением непосредственно казешмана. Первым делом я смазываю форму, в которой я буду выпекать наше суфле. Тем количеством масла, которое у нас было, немного смазать форму. В духовку я пока включать не буду. Это сделаю я попозже. Вторым шагом я отделю белки от желтков. Высыпаю наш сахар 30 граммов и сразу добавляю молоко. И взбиваю. Ну, взбивал я яичную массу примерно 3 минуты. До такой до пышной пены. Теперь всеиваю сюда муку. Можно всеивать сразу. Вмешивать сразу. И венчиком. Чтобы комочки муки все разошлись. Так, ну вот теперь можно включить духовку. Духовку я включу на 180 градусов и заранее прогрею. Вверх, вверх, вниз, без обдуба. Комочки разошлись. Добавляю в сметану. Также размечиваем. Так, наш изюм. Процеживаем. И добавляем в массу. Взбиваем белки. Не забудьте, предварительно, прежде чем вы начнете взбивать белки, промыть венчики. Иначе белки у вас могут просто не взбиться. В белки я добавляю наш ванильный сахар. И добавляю маленькую щепотку соли. Я всегда задавался вопросом, для чего нужна соль. Но это, наверное, вопрос больше кондитером, а не ко мне. Я, как у меня первое образование техническое, я могу предположить, что соль нужна именно для того, чтобы жгутики, так как она соль не быстро растворяется, жгутики разбить. Но как у нас технологии не стоят и продвигаются дальше, сейчас любой белок, который приходит в цитропаке, он уже без жгутиков. Но это мое мнение. Это моя догадка. Взбиваем. Как определить, что белки у вас сбились? Ну, очень просто. Переворачивайте чашку. Если белки не покинули вашу чашку, то белки готовы. Теперь белки вмешиваем в нашу массу. Старайтесь, чтобы масса осталась максимально пышной. Такими поступательными движениями от борта к середине. Пройдусь немножко венчиком. Чуть-чуть буквально. Ну вот, масса готова. Массу переливаем в нашу подготовленную форму и в духовку. Ставить в духовку буду ниже среднего. То есть, одной ступенью ниже среднего уровня. Для начала на 10 минут. Температура 180. Духовка прогрета. Прошло 10 минут. Мне не нравится то, что я вижу. То есть, суфле начало подниматься, но я перемещу его сейчас этажом выше. И буду выпекать дальше еще 5 минут. Так, прошли мы 5 минут. Смотрим на мою суфле. Ну, в общей сложности мой калешман выпекался 20 минут при температуре 180 градусов. Первые 10 минут я выпекал на уровне ниже среднего, а вторые 10 минут уже поднял на одно деление выше. Теперь этот десерт кайдершман делается следующее. Вот таким вот образом его разрывают двумя вилочками. посыпаю сахарной пудрой. Я только маленькую сейчас сделаю для подачи. наша тарелка. Одна из моих читательниц сделала мне замечание и мне это конечно очень нравится, что кто-то оставляет в моем блоке комментарии. То есть, если вы не будете оставлять комментарии ни положительных, ни отрицательных, будет сложно сориентироваться, нравится вам это вообще или не нравится. Так вот, она сказала, что мне при подаче Сергей не хватает немного цвета, то есть, украшений. Но я пойду ей навстречу, хотя сегодня воскресный день, магазины все закрыты, но я все-таки креативный повар и поэтому я решу, то есть, я покажу, как я решу эту проблему. Теперь, значит, так, магазины все закрыты, но это ничего страшного. Значит, смотрите, друзья мои, здесь у нас будет шарик ванильного мороженого. По краям, по кругу будет у нас клубника и голубика, а в серединке, вот здесь, в серединочке, будет кусочек мяты. Ну, примерно как-то так. Ну, на сегодня я достаточно покуражился, мне доставило большое удовольствие через много лет опять готовить этот десерт, потому что я его делал уже очень-очень много лет назад. Я знал принцип как, но не помешал освежить его. Это очень вкусное блюдо, я рекомендую вам его попробовать. Здесь можно также и налить немного ванильного соуса, но я этого делать не буду, так как у меня сливового компота достаточно. Пишите мне комментарии, оставляйте сообщения, если вам понравилось отправляйте видео дальше, подписывайтесь на мой канал, я буду очень рад. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok